10 последний раунд крайний раунд на сегодня а потом будут подсчеты и потом те команды которые выйдут на первые четыре места будут бороться за третье четвертое и первое второе место просто навестил смотрите что тут творится с рыбой она просто как в японских фильмах когда показывают вот столько рыбы блин но особой активности нет солнышко светит вода теплая она все гуляет сюда правды нельзя кидать в этот угол котел собрался и вместо того чтобы этих спортсменок клевать они все котлом гуляют и все очень сложно конечно таких условиях но и живут пожалуйста литовский спортсмен смотрите раз и рыбочку зацепил подпишись а у нас халатную в лесу интересно хорошо ушел чтобы не сглазить у нас есть все это все 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 Улы! У нас спортсмены Словакии зовут рыбу. Есть, взял. Здесь рыба. Рыба поймана. Так, и руанский спортсмен. Спортсмены Словакии заводят рыбу в пальцах и тоже такого батона. Дальше ирландский спортсмен. Выводит рыбу. Ирландия против Германии. И пока вот видел две поимки у ирландцев. Не видел я еще. Были поимки. Не было у немцев. Немецкой команды. Заглотила губоку. Польский спортсмен и французского одновременно завели. Так что рыба поклевывает. Последний раунд. Рыба все равно клюет. Не так активно как хотелось. Он там вдалеке. Уже польский спортсмен. Пара рыба в подсаке. Я бы ее не засчитал. Я бы ее не засчитал. Ну как бы здесь прежде всего мы исходим из того что соперник является прежде всего судьей для своего соперника. Если он рыбу засчитает значит он будет защитным. Просто подсак был в воде. А рыба залетела просто по верху. Он ее завел. Поэтому как бы по идее эта рыба не засчитывается. Ну опять же если соперник дает добро. Он главный судья для своего соперника. У Анатолия только что сход был. Только что был сход у Анатолия. Ирландский спортсмен. Рыбу взял. Для немецкой команды это нехорошо. Пока я вижу они проигрывают. В дальнем углу польский спортсмен взял. Рыбу поймал. Сейчас как раз мы все четко завел как положено. Пацак. Так Джулион. Уваживает рыбу. А им нужно догонять. Опять польский спортсмен взял. Только другой же качок наш. Красавчик. Я смотрю тоже вытаскиваю. Вытаскивают крупную рыбу. То есть ловят старую рыбу. То что запустили свежую и накололи. Она уже практически не ловится. Вытаскивают рыбу. Та что покрупнее. Паша. Капитан французской команды поймал. И отпустил уже рыбу. Джулиан наконец довел. И Кристиан упустил у самого Пацака. Не пошло что-то у ребят. Самые титулованные, самые опытные спортсмены. А пока на четвертом месте идут. Ну опять же это пока предварительный итог. То что было после первых пяти туров. Сейчас я не знаю. Сейчас мы узнаем после этого тура. Почитаю. Тогда будет известно. Так. Словацкий спортсмен тащит. А вот он взял рыбу. Ему удача повернулась передом. Опять польский. Спортсмен взял. И немножко дальше чешская. Из чешской команды девушка. Рыбу тоже взяла. Раймонд взял. Спортсмены словаки. Так. Дальше вижу в Англии. Руслан капитан. Французской команды поймал рыбу. Интересно. Дальний угол вроде на солнце он больше. А работает активнее чем здесь. Хотя рыбы здесь ну как бы больше вроде собралось. Визуально. Может там просто стоит немножко глубже и активнее. Так. Вот еще раз чешский спортсмен взял рыбу. Визуально. 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 Смена мест. Смена мест. Ха-ха-ха-ха. Желает. Чешки спортсмен борются опять с крупной рыбой. Нас спрашивали какого размера будем рыбу зарублять, мы сказали до 300 грамм. А тут получается вываливаются и батоны будут зарублены. Конечно тут реально сложно настроить тормоза и под крупную и под мелкую рыбу. И справился он, взял этот ирландский спортсмен, производит вываживание. Соперник двайтом. Есть рыба в подсаке, если я не ошибаюсь, у них с двайтом 1-1. Хотя точно сказать не могу. Так, Саша капитан французской команды взял рыбу, отпустил. Сейчас рильзян освобождает. И его сосед тут же из польской команды тоже рыбу поймал. Саша капитан французской команды. Саша капитан французской команды. В последнем туре, конечно, команда Бенелюкса и Голландии стоят вне французской команды. Зоны активности рыбы. Честно, я даже не видел, были там поимки или нет. Так, польский спортсмен взял рыбу в подсак. Александр Бась производит вываживание. Рыба в подсаке. И его соперник тут же берет рыбу. Ну, насколько я видел, его соперник поймал больше рыбы. Я тоже взял рыбу. Девушка из ческой команды сейчас приняла рыбу в подсак. Лесная рыба идет, прям по спинам рыбы разбегаются. Бывает, вываживают рыбу. Да что ж такое сход перед подсаком, ай-яй-яй. Ирландский спортсмен. Рыбу взял в подсак. Что-то немецкая сборная сейчас не очень везет, насколько я вижу. Насколько я вижу, не очень. Ирландцы, как я вижу, чаще вытаскивают рыбу. Чешский спортсмен взял и английский. Девушка из чешской команды опять рыбу поймал, а не поймал, а еще заводит в подсак. Ирландский спортсмен. Сход. Такая проблема. Сейчас одновременно польские и чешские спортсмены вводят. Даже два чешских и один польских одновременно. О, третий чешский. Да вообще левый угол что-то заработал на ура. Закончился десятый раунд. На сегодня это последний раунд. Сейчас будут подведены итоги. И потом полуфинал и финал. Отильно. Отлично. Спасибо.